Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую. Цариков Филиппов. Отдельная тема. Восемь часов и тридцать три минуты в Екатеринбурге. Александр Цариков, Павел Филиппов, с вами доброе утро, друзья. Да, доброе утро. Сейчас будем говорить про путешествия с экспертом по туризму, с Натальей Абориной. Как раз таки, вот кажется, вот только недавно в отпуске был, а снова хочется, снова тянет, снова желание есть большое взять рюкзак, уехать. Снова хочу в Париж это называть. Наталья Владимировна, доброе утро. Доброе утро. Вот я хотела, знаете, жалость у вас вызвать. Представляете, как мне тяжело живется. Вот вы только из отпуска и опять хотите, а я в этой каше тридцать лет. Только, только закрыла за собой дверь, распаковала чемодан и уже думала, так, куда дальше, куда дальше, что я еще не видела, где я еще не была. Очень тяжела жизнь турагента. Ой, как мы за вас переживаем, как мы за вас переживаем, Наталья Владимировна. Кушать не можем прямо, да. Ну ладно, мы шутки шутками, мы сегодня решили поговорить вот о чем. Куда, если не в Турцию? Смотрите, насколько я понимаю, вы как-то рассказывали в одном из разговоров, что есть несколько так называемых моделей гостеприимства. Ну, то есть это как обслуживают в отелях, если перевести на русский язык. Что мы получаем, как мы себе ведем в итоге вот этих вот схем. По-моему, их есть пять штук. Ну, вот те, кто учатся на гостеприимстве, об этом знают. А есть турецкая, которая в себя вобрала все лучшее. Это так? Это абсолютно верно и продолжает брать лучшие опыты мировых курортов и воплощать это в Турцию. Я вернулась месяц назад из Анталии. Вот, представляете, директор компании и была с инспекцией отелей. За семь дней мы посмотрели 51 отель. 51. Ну, меньше пяти звезд мы, конечно, не смотрели, но из них 11 новых. Они используют лучшие строительные технологии. Они используют в новых отелях. Давайте так. Есть старые отели, где со слышимостью полный порядок, где, значит, кондиционеры прямо под балконом вип-номеров. Все такое есть. Но к новым отелям никаких вопросов. По логистике, по построению, по тому, как выделяют зоны для отдыха для детей и тихий бассейн. Но больше всего меня радует концепция 16+. Ну да, Павлу нас не понять. Куда детей не пускают? Вообще нет детей. То есть, в принципе, раз нет детей, нет детской концепции. Нет детских столов, нет детской посуды. Нет детского шума. Анимации, конечно. Вот нет Арам Замзама, который звучит из всех щелей Арам Замзам. И все его танкуют и поют, и думаешь, когда же это закончится. Так вот, турки, вообще никаких вопросов, молодцы. Но любые новые отели, любые новые технологии, они требуют вложений. Поэтому Турция давно уже перестала быть эконом-вариантом. То есть, если вы хотите отдохнуть совсем экономично в трех звездах в Турции, имейте в виду, что вам будет не очень там комфортно копить деньги. А если вы хотите отдохнуть вот так, чтобы сказать «вау», не хуже Эмиратов или там не хуже... Ну, с Мальдивами не сравнить, потому что не сравнить море, а море немножко другое. И немножко за другим едут на Мальдивы. Но Турция – the best. Вот, ну, пока Турция по соотношению цены-качества, возможности перелета. Хочешь утренний, хочешь дневной, хочешь ночной. Ну, понятно. Хочешь дневной. Но в том-то нюанс, что мы сегодня хотели поговорить не про Турцию. Но чтобы было тоже хорошо. Про достойные альтернативы. Кстати, маленькую ремарку сделаю. У нас тут оказалось тоже в Екатеринбурге появились пляжи с маркировкой 18+. То есть там дети бегать не будут, брызгаться, шуметь не будут. Вы будете спокоен, там, читать книжку, пить чай и так далее, и так далее, и так далее. Так что у нас концепция тоже добралась. В температуре плюс 16. Да-да-да. Ну, тем не менее, все-таки, если не Турция, то куда? Давайте. Я специально сделала подборочку. Искренне надеюсь, что наши туристы не за рулем. Наши слушатели с вами сейчас возьмут блокноты и будут писать, или потом переборят подкаст. Итак, вторым по спросу, по предложениям является Египет. Египет не стал быть зимним курортом, давно уже перестал быть зимним курортом. Самолеты летают каждую неделю. Прямой рейс из Екатеринбурга, можно на Хургаду, можно на Шар-Мальшейх. И ценовая категория. Вначале я хотела бы раскалькулировать тур, а потом пройтись по странам. Я подобрала страны, в которые можно уложиться с отдыхом на человека порядка 40-50 тысяч, и это только наземное обслуживание. А дальше скажу, что перелет, если лету больше пяти часов, то перелет колеблется в стоимости от 25-35 тысяч. Как меня проверить? Быстро представляем расстояние до Сочи. До Сочи мы сейчас летим четыре с хвостиком часа, и билет колеблется от 25 до 35 тысяч. 32-35 тысяч он стоит с вылетом из Екатеринбурга четверг-пятница. Понятно, все летят на четыре дня, на выходные. И гораздо дешевле он, например, 23-25-27 тысяч, если вылетать в понедельник, вторник, в среду. Соответственно, если наземное обслуживание стоит 40 тысяч, прибавляем 30 авиаперелет, вот в радиусе 70-80 тысяч рублей на человека я сегодня и подготовила предложение. Что не вписывается в эти 70-80-90 тысяч на человека? Конечно, не вписывается Европа. Безвизовая Черногория, Черногория, пожалуйста, ждет россиян, виз на 30 дней не надо, но перелет через Москву. 15 тысяч до Москвы, 50 тысяч от Москвы, 75 тысяч. Плюс 40, вот уже мы за 110-15. Но зато вы хотели в Европу, вы хотели... Получайте. Да, получите. Такой же альтернативой с перелетом через Москву, через Стамбул, через Дубай можно улететь, например, Марокко. О, класс. Да, да, но, скорее всего, в это путешествие с детьми вы навряд ли пуститесь. Почему Турция, Турция, почему надоело, такая издевка, да, почему надоело всем Турциям? Да потому что это самое удобное по логистике, добиранию, сервису и обслуживанию с детьми. Навряд ли вы полетите с пересадкой через Москву или Стамбул с двумя маленькими детьми в Тунис или Марокко. То есть это как надо любить эти страны, чтобы... И не любить детей. Да, да, да. Конечно, мы рассматриваем в первую очередь для жителей Екатеринбурга удобную логистику по перелетам. Сел самолет, ну, условно говоря, в одно авиакресло, сел самолет, вышел из самолета, ты уже на курорте. И с детьми это комфортно, и не мучайте детей, и не таскайте их там с пересадками в Марокко, они все равно этого не оценят. Они оценят Турцию, когда вы от них отстанете, потому что они все время будут заняты писать и танцевать. Итак, давайте из альтернатив. Египет, из Екатеринбурга. Каждый вторник и четверг можно на пять дней, можно на неделю, можно на десять дней. Одновая категория примерно на человека 75-100 тысяч. Ну, там, скидка детям, с двумя взрослыми, я вот айтеры, да? Марокко и Турции в этой же ценовой категории были бы по наземному обслуживанию, если бы не усложнялся перелет, и не было это плюс 50 тысяч через Москву, Стамбул, Дубай. Знаете, меня так цены наши, конечно, раздражают. Я тут залез посмотреть, сколько из Стамбула будет в Лондон слетать, 16 тысяч, и думаю, а как так-то получается лететь? Вон так далеко. Больно. Да. Все? Да-да-да, просто боли поделился. Возвращаемся к радости. Значит, есть еще Юго-Восточная Азия. Чем не альтернатива? Вроде бы прямые перелеты из Екатеринбурга до сих пор летают и будут летать на Таиланд, на остров Пхукет, и очень привлекательные цены. То есть на маму, папу, ребенка можно улететь в принципе за 220-250 тысяч на 10 дней, даже на 2 недели можно полетку посмотреть. Ну, в общем, вот есть. Единственное «но» – очень высокая влажность. Вот если вы готовы с утра до вечера гулять в одних шортах и купальнике, вообще не выжимая купальники, неважный эффект, зашли вы в море, вышли в море, вы мокрые всегда. Вот если вы любите влажность, если вы хотите напитать свой организм влажностью, солнцем, витамином D, не знаю, надышаться морем, то вам, конечно, туда жарище и влажнище. Влажная погода с утра до вечера. Трудно проветрить, и, конечно, везде работают кондиционеры. Раз работают кондиционеры, велика вероятность, что вы мокрый, зашли в помещение, попали под кондиционер. Что? Простудитесь. Конечно. Продулок. Да, поэтому, если, опять же, речь идет про отдых с детьми, воздержитесь от резкого смены климата в Юго-Восточной Азии, потому что сейчас там не сезон. Подождите октября, и там будет прекрасная погода. Ну, я же не могу обойти и не рассказать вам про Россию. Да, давайте, хорошо. Конечно. Давайте. Значит, мы возьмем под один такой обзор три курорта сразу. Курорты Краснодарского края. Раз. Это все, что от Абхазии, Адлер, Туапсе, Новосибирск. То есть, вот это Новосибирск, Новороссийск. Все вот это. Тоже хорошо. Крым. Крым. Сейчас три восклицательного знака, почему Крым. То есть, скорее всего, сейчас посыпется возражение на тему, как туда добираться, как туда добираться. Прекрасная новость. Запустилось водное сообщение метеорами, это корабли на воздушных подушках, между Сочи. Значит, стартует в Сочи. Первый заход у него в... Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Первый заход у него Геленджик. Первая остановка Геленджик. А вторая остановка – это Ялта. Соответственно, можно... Ну, вы же знаете, это трудный путь, если люди прилетели в Сочи или в Кавказ. Там с пересадками еще. Как добираться. Да. Как добираться. То есть, там есть ночные... Запустили ночные поезда. Можно сесть в поезд, уснуть, проснуться, и вы уже в Анапе, в Геленджике или в Крыму. Запустили скоростные ласточки, скоростные поезда. Но все это время, опять же, с детьми и тяжело, и с чемоданами, и с пересадками. А по экономии времени вводные виды транспорта существенно нет пробок, нет гор, нет перевалов, нет остановок. Есть все необходимое, все санузлы необходимые есть на корабле. Представляете, да, эти воздушные подушки? Да, конечно. Представляете, за пять часов можно доехать от Точи до Геленджика. Там, наверное, все-таки не воздушные подушки, а подводные крылья, вот эти вот, типа метеора там гоняют. Да, да, метеор, ну да, я девочка могу, знаете ли, не разбираться в ваших крыльях, быстро по воде над водой лететь. Да, да, да. Поэтому аэропорты Краснодарского края, два аэропорта Сочи и аэропорт Ставропольского края, так в Казке минеральные воды, перегружены. Самолеты летают и чартеры, и регулярка, и каждый день, и вечерами, и все возможные варианты мы рассматриваем, но на июль-август на некоторые даты уже, к сожалению, нет мест. Что же делать бедным людям, как же им туда попасть? Рассмотрите варианты рейсов через Москву, стыковочных рейсов, и это тоже в одно окно, знаете, как международка. Здесь чемодан сдал, и только уже его в конечном месте получил, потому что больше летает самолетов. Ну и как вариант поезда. РЖД активно, да, это может быть там от 60 до 72 часов, да, возможно, это тяжело. Не экономьте на хорошем купе, берите хороший вагон с кондиционером, с Wi-Fi, берите побольше игр для детей, и вполне возможно, вы доберетесь. И не едьте на 7-10 дней. Уж если вы выбираетесь на курорт, и вообще рекомендовано для отдыха с детьми, чтобы дети находились на море или в зоне, где они меняют климат, не менее 12-14 дней, а вообще рекомендовано 21-28. Вот если у вас всего в отпуске 10 дней, из них 3 в поезде туда, 3 в поезде обратно, на море 4 дня, это из раздела, опять же, не мучайте детей. Отдыхайте на наших пляжах, купите путевку на Тургаяк, не знаю, где-нибудь ближайшее, в районе Самары найдите отдых на берегу реки или моря. Да, хорошо. Ну правда, ну не мучайте детей, ведь они мучают не только вас и себя, еще ведь есть соседи в поезде. Поэтому у нас, конечно, есть детские поезда, и, конечно, детей целенаправленно в лагеря Краснодарского края отправляют. Это вообще здорово. У нас есть такой детский поезд здоровья, он называется, и отправляется он из Екатеринбурга, вот он дан старт. Поэтому обратите внимание на курорты Краснодарского края, Крыма и, конечно, санаторий Кавказских минеральных вод. Для людей постарше есть паровоз нездоровья. Да. Это вам, Александр, это вам. Это мне, это мне. Здоровье, отдых, релакс, это ко мне, а там, где бодрость, духа, бесконные ночи, это, пожалуйста, по бесконным ночам, это у нас Александр. Все верно. Давайте, я не знаю, есть вопросы. Так, ну вроде бы все с ним пока понятно. То есть просто надо понять вообще, готов ли ты потратить много времени на дорогу. Если готов, то окей, поехали. И в России есть хорошие варианты. Я вот так это услышал. Да. Давайте я вас еще немножечко расстрою. Я каждый год про это рассказываю. Мне прямо плохо с этим. Так, давайте. У нас ходят рейсовые автобусы на Анапу из Екатеринбурга. Как вам нравится. Ух. Сколько ехать? Я не знаю. Ну, с детьми ведь, наверное, вообще никак. Да. Знаете, какая подача? Нет, как раз с детьми едут. Как раз мамашки набирают детей-племянников и уезжают на месяц. Вроде как это обиды и унижения транспортной логистики, они забываются. Забудутся, да. Забываются, да. Вот смотрите, идея такова. Идея, что это не из точки А в точку Б вас доставить, а как бы это путешествие по России. То есть он делает остановки, ну, не больше двух городов, всегда остановка в Волгограде. Всегда. Нормально. То есть посещение Мамаева-Кургана, да, показать патриотизм, знать, как туда еще дети попадут. То есть для детей в возрасте до 12 лет, которые не проходили там еще историю Великой Отечественной, историю государства российского и вот это вот все, что с этим связано, с историей, наверное, их вообще не стоит мучить везти в автобусе через Волгоград. Уж лучше тогда поезд. Волгограда не увидят, родину мать не увидят, но хотя бы на верхней полке где-то там в куколку поиграют. Если речь идет о том, что когда еще ребенку-подростку показать вот эту величавость и вообще значимость истории этого места, может быть, наверное, и стоит. Но в дороге они находятся, выезжают ночь, что плохо, что не три ночи в дороге. Три ночи, ну, два ночи, три ночи, вот так. Ездят, пользуются спросом, дешево, но я бы всех приостановила от этой даже мысли, вы видите, что творится на дорогах. Даже если ваши водители суперквалифицированы, их два водителя идут на рейс, они спят по очереди, у них стоят эти глонассы, отслеживают количество часов, сколько они находятся за рулем, все хорошо. Ну, не мучайте детей. Вот мое предложение, да. Не будем. Вы знаете, есть еще одна альтернатива, она бодрая, в отличие от того, что я только что-то сказал. Это на своих автомобилях. На своих автомобилях. А что там с дорогами нынче? Автопродук. Да, неплохо, неплохо с дорогами нынче, но это тоже как бы не для каждого, потому что все равно это нужно быть на чеку, и опять же, два водителя желательно, конечно, ну да, либо длинные остановки на поспать. Ну, это подготовленный автомобиль. Вы знаете, я недавно смотрела вебинар из Министерства по туризму Краснодарского края, которые сказали, а у них прямо такое видео, где на дорогах вот снимают, ну, стоит такой радар или датчик, идут машины, и там ни одного номера Краснодарского края. То есть там Тюминги, Екатеринбург, Новосибирск, Самары, вот это вот все. И он говорит, это вот все люди идут транзитом, и там приближают, и везде на заднем сидении по два ребенка в кресле. То есть он говорит, понятно, что это идут караваны, просто караваны туристов, которые едут на отдых к родственникам, к друзьям, к соседям на месяц, на два, на неделю, неважно. Но он говорит, ну, мы столкнулись с тем, что все торопятся, особенно когда уже из Ханты-Мансийска на машине едут четвертые сутки, и вписались в жару, или там не хватает воды, или нужен туалет, и там на скоростных трассах начинаются столпотворения, потому что кто-то куда-то никуда вывернул, начинает сдавать задним ходом, вот они это видео показывают. То есть это, конечно, еще нужно быть и опытным водителем. У нас, к сожалению, получается, что не на хороших машинах и не самые богатые люди выдвигаются туда, чтобы, ну, хоть как-то оказаться у моря. Что же делать этим людям, которым, ну, не получается сейчас, не хватает денег, а детям море хочется показать? Ну, это либо использовать какую-то программу раннего бронирования. Вот сейчас у нас раннее бронирование на осень. На осень можно по очень привлекательным ценам забронировать Египет, Таиланд, Эмираты. То есть заранее, за полгода вы получите очень привлекательные цены. Да, это будет не летом, как все, да, это будут школьные осенние каникулы, те же самые дни, 10 дней, то же самое море, солнце вы получите, но немножко сдвинете свои планы на 4-5 месяцев. Вот мое предложение сегодня было бы именно таким, уж если надо море. Ну, еще вот эта вот фраза «отпуск только летом». На самом деле и на Урале прекрасно. Я сегодня не стала охватывать альтернативой Турции курорты Свердловской области, не стала делать такую альтернативу. Наверное, у нас будет отдельная какая-то встреча на эту тему. Ну, в принципе, ведь у нас прекрасные пляжи, лагеря, санатории, базы отдыха, уикенды можно проводить, можно идти в походы ходить. Такое количество походов я вообще не помню. Вам, знаете, нам с вами тут прислали, тем более, пару сообщений. Вот пишут нам «Режевской минералогический заказник», 150 рублей со взрослого всего, например. И действительно, вот есть такая локация. Вот. По поводу машин пишут. «Я устаю долго ехать на автомобиле, после мне надо сутки отходить от поездки, а если отпуск две недели, то жалко время. Особенно в облом ехать назад, когда расслаблены от отдыха, это мучение, может быть, возраст сказывается». Ну, возможно, я знаю многих людей, которые прямо любят поездки на автомобиле. Для них-то отдельный вид досуга. Вот сама вот поездка и само ощущение дороги. А многие действительно не любят, потому что хотят уж отдыхать, так отдыхать. А все-таки поездка за ровным – это некоторая работа для них. Это, знаете, есть такая беда. Если дорога хорошая, в сон клонит. Если плохая, за машину переживает. Да-да-да. Ну, и вот еще пишут Наталья Владимировна. «Доброе утро», пишет Нан. «Проведите опрос, сколько жителей области видели или хотя бы были у нас на побережье. А вы говорите Анталия, Турция и так далее». Я не в моей компетенции проводить такой отчет. Это абсолютно точно. Есть министерство. Я знаю не по Свердловской области, да, а по России. А вот сейчас я вас действительно удивлю. Так. Только 14% населения Российской Федерации имеют загранпаспорта. Нет, по-моему, побольше сейчас. Но в целом, да, не такой большой процент. Это так. Может быть, их и побольше, но еще и имеют ограничения по ряду стран. Если люди работают на оборонных предприятиях, у них еще есть очень узкий спектр предложений. Поэтому я прекрасно понимаю картину. Мы можем из выпуска в выпуск рассказывать про курорты Краснодарского края, Абхазию, Башкирию, Алтай. Но если вы посмотрите цены на Алтай, Камчатку, Сахалин, то Турция просто нервно будет стоять в курилке и курить на тему, откуда у них такие цены. Господа, ну мы живем в этом мире, да, все в жизни от чего-то стоит. Дорогая логистика, дорогие перелеты, дорогое обслуживание, дорогой сервис. И на сегодня, как ни крути, Турция по ценам дает спору даже Краснодарскому краю, даже Турции и даже Кавказским неравнам. Даже с учетом того, что вы делаете паспорт впервые. Ну, в общем, сделайте это, и все. Ну, уже сэкономите денег на отдыхе. А это неплохо. Да, в общем, что еще можно посоветовать? Ну, вот мы с вами, мне кажется, разобрали уже основные такие локации. Да, кстати, вот насчет упомянутых все-таки альтернатив, таких самых массовых, Египет, Тунис. Они по уровню сейчас дотягивают, по уровню от серии. Сервис поднялся или там вот все такое серийно? Любимое нами все включено. Да, там это все есть. Вот какой там сервис, знаете, фильм, точное расписание на завтра мы узнаем послезавтра. Это моя любимая фраза. Вот мы закроем сезон, все наши туристы, немногочисленные, которые выбирают для себя экзотику Марокко и Тунис, вернутся. Мы проведем опрос, и тогда я вам расскажу, как оно там было. Пока для статистики слишком мало отзывов. От крайнего восторга. Мы были 10 лет назад, все изменилось. Это вообще такой Тунис, всем Тунисам Тунис. До крайнего разочарования мы ожидали, что Марокко это та же Турция, только поменьше народу. И вот пока слишком мало данных для статистики. Что я еще упустила? Для тех, кто у кого нет гранд-паспорта, кто не успевает его сделать, или по ряду причин не может выехать из России. Обратите внимание на речные круизы. Кстати, да. Много теплоходов, много программ, коротких, длинных, с зелеными остановками. Зеленая остановка – это там, где можно остановиться, покупаться, озера, водохранилища, реки. На Волге даже есть специальные такие острова, несмотря на то, что, как говорят, Волга грязная, Волга грязная. Есть там некоторые заводи, куда ходят корабли, где есть целый день, можно загорать, купаться, волейбол, валить. Играть. Варить раков. Да, валить раков. И все остальное. Обратите внимание. То есть простая логистика, ну, например, Перим, Астрахань, Перим. Или, например, там, Самара, Волгоград, Самара. Или Самара, Астрахань, Самара. Или Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Донбасс. Единственное, что недешево, конечно, но, в общем, сопоставимо с поездкой в какую-то Турцию. У нас ничего не дешево. У нас ничего не дешево, но вы же можете... Кто-то боится летать. Вы знаете, много людей боится летать самолетами. До города Самара и до города Перм можно добраться поездом, автобусом, машиной, ласточкой, чем угодно. То есть это же еще ограничение определенное, если люди боятся самолетов. Поэтому это достойная альтернатива на воде, с детьми, анимационные группы. К сожалению, теплоходов 18 плюс нет. Нет, еще на территории Российской Федерации традиционно там бабушка и внук, мама и трое детей. Традиционно. Развлекают, кормят. С подводной лодки никуда дети не денутся. Все защищено, все антивандализм, все детям продумано так, чтобы они каждую минуту были заняты. Мама загорает на верхней палубе, дети весятся на нижней. Вот альтернатива, пожалуйста. Наталья Аборина с нами, эксперт по туризму. Спасибо большое. Да, Павел Филиппов, Саша Сариков, скучающий обучение. Сариков, Филиппов. Отдельная тема. Бесконечно можно слушать три вещи. Похвалу начальства, шум дождя и радио Комсомольская правда. Я слушаю Комсомольскую правду и тебе рекомендую.